так сделал стоп-старт может быть поможет я у хэппи в игре сразу же автоматически появляюсь но играет он с кем-то процессом аг лавалис я не знаю кто это такой сейчас по сетке посмотрим что у нас сетки очень происходит ребят я стримлю с задержкой так как в игру захожу поэтому терпите что тут я могу сказать стрэндж с протосером бьется изи проиграл нам шару dmc выиграл соло в четвертом туре уже тут кстати хорошо dmc идет смотрю пока что так кто еще и наших пока никто вроде из таких кто наши самые сильные не вылетел вердос с бассером играет блайсерл роя неплохой групп маджестик в чертом туре кунфу банда или вердос или бассер в пятом туре так рева с фрозом так изоиграют и без нитик сам играет выиграл или уху смотрю все больше не вижу ничего пока интересного давайте смотреть хэппи еще Так, ну что, начался стрим? Вроде начался. Посмотрим, там лагает, не лагает в этот раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, полетел дропчик. Я не знаю, где все вообще находятся-то. Только бзик здесь из желтых, но понятно тогда. Просто нет его. Так, ну что, дроп от Хэппича, однобазовую тему он обычно на этой карте катает. Посмотрим, что из этого получится. Пробки пытаются уйти, Хэппи не отпускает пробок. Так, ревелэйшн на две минки попал. Посмотрите, как кинул хитрый ревелэйшн, что на две минки попал. Хэппи пробок шатает, прям, ну не дает им уйти. Минку бы увел, вообще молодцом бы был, но минку не увел. Еще пробочку забрал. Две штучки даже забрал. 27, 29, промо 11. Пробок Хэппи минуснул в итоге. Четыре марика обходят. Вне рейнджа сейчас Мазеркора дерутся. Точнее, Оверчаржа. Хэппи залетает. Там, видите, грелочка. Строится либератор прилетел. Грелочки нет, поэтому либератор тут просто на ура разваливает. Еще вот здесь вот такая пробка минус 8. Еще и здесь минус 0. Марики дерутся на третьей базе. Убирает Хэппи сейчас своих мариков на мейн заводит. Оверчажи везде тут выставляются. Нужно сваливать. Грелка выходит. Ой, грелка выходит. Минус медиваг. Но медиваг не обязательно было терять. Еще один либератор полетел. На вторую базу Хэппи залетает. Прот реагирует. Одну пробку отдал. Нужно складываться, уходить. Хэппи сейчас дома мариков. Много дома танки делаются. И медиваг строится. Короче, Хэппи что-то либераторами везде шатает. Оракул здесь не вкатил. Когда выход пойдет, пока вообще не понимаю у Хэппи. Грелка не успевает туда-сюда летать, чтобы подбивать. Потому что Хэппи видит, что на мейн залетает. Видит, что протус не реагирует. Вообще никак вырывается на мейн. На мейне проблема. Опять же, у пробок будут сейчас. Нужно улететь из рейнджа пилона. Что Хэппи и делает, собственно говоря. Успел либератора спасти. Здесь либератор висит. Грелка рядом. Привет, Никс. Что упал? У меня все работает. Что, стрим упал? Слава Галаамам! Противник обнаружил нас. Призматическое ядро активировано. Нас ждет славный бой. Так, Хэппи фресует, ребят. Сейчас игру посмотрим. Я буду писать уже. Как бы не знаю, что происходит. Так, пошло норм. Может быть, это поток. Я не знаю, дропнули там ледоколыч или кто-то специально, чтобы запустилось в итоге. Хэппи заходит на хайграунд. Он проплевает здесь, в общем-то. Лава леса. Здесь ГГ, очевидно, что ничего ему не сделает. Тимпак, Марики со стимом уже, грелки. Минус разбирает все в пламп. Хэппи 1-0 поведет сейчас. Безусловно. Передропывается ближе еще. Что-то просто не сдается. ГГГЛ пишет уже 2-0, как я понимаю. Ситуация здесь. Отпишите, как с лагами ситуация. А, сайт опять 503. Е-мое. Опять с сайтом что-то не то. Короче, не обновляйтесь, а то не сможете посмотреть. Просто ужас. Сегодня я знаю, что происходит за хрень. Так, хрень рисует, ребят, сейчас. Не знаю, у меня, у самого, мой же стрим хорошо идет вроде как. Но в чем прикол, я не знаю, честно говоря. Там. Продолжаем. 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 Лейший 666. Какое-то размытое описание, конечно, очень. Продолжаем. 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 Так. Вроде что-то происходит, ребят. вердос проигрывает бассеру это печально конечно что проигрывает можно посмотреть сейчас рестрим будет короче все играют надо сетку проверить навряд ли на кипбете ставочки на vcs есть у говорят пошло все ну что ребят сейчас должно вроде получше заработать и ахз вообще как на самом деле будет ситуация какая еще раз сетку обновляем сверху тифель харстом ромсон здесь хэппи ждет акра ботвинника но это не сильно реальные игроки не для хэппи ревчик идет хэппичу по направлению возможно будет смору играть снизу каст бьется блайл роя выиграл ждет маджестика авокадо гунфу банк тут вердос вердос бьется с бассером стрэндж с протосером снизу так димаг dmc ждет димага бьется ламба там дальше у димаги димаг кстати ламба вчера уже выигрывал по моему но перспективе далеко может пройти не понял что веб ферфер привет кстати говоря помните про задержку так стрэндж ёма менее минуты в игре с и надо кому-то отписать чтобы инвайт или не успеваю законтролить с кем там стрэндж играет а с протосером стрэндж играет ну ждем что можно конец ворваться будет ребят отпишите стали стало ли лучше или нет так вердос говорите фпда стримит стало лучше но отлично вот у нас вердос бьется с бассером как я понимаю стало не знаю что наш там ребят что сделали или провайдер этот стабильнее стал работать магистральной короче сейчас я приду ребят не могу реально в туалет даже отойти просто уже жестко бы что проблем не мере на блин сижу всем отписываю уж сам дипа не уже что что-то так хрень но от нас не зависит не на снимать а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, всё, я здесь Смотрим по кавердосу Рестрим за неимением Возможности смотреть что-то ещё Хотя буду иногда батлнет-то проверять Рева в 4 минуты В игре своей Не знаю, с кем он начал Все играют, короче говоря, пока Теппи ждёт Касс ожидает Ну я не буду кассу ворвать Потому что не знаю, кто там у него по сетке вообще далее Так, кстати, открою-ка я вдруг В другой вкладке вердоса, пожалуй Не знаю, кто у касса Там сильный оппонент или нет дальше Вердос басером бьётся Ну что, прессует оппонента 190 лимита уже Лимита реально много Здесь либераторы Здесь, ой, здесь гасты Ё-моё, какой микс серьёзный Дровчик пошёл на верхнюю базу Нужно отступать 200 лимитов Всеми приходится вердосу отступать сейчас Тирана пробрить не может Наверное, на четвёртой базе хотя бы запрессовать его Я не знаю, что-то нужно сделать Так, ещё вердосы фениксы Ё-моё, блин Вот фениксы в контроле, блин С армией со всей Ну что за Не знаю, вердос до сих пор не отказался от своего Вот этого контроля Когда всё в одном бинде Ну вот так нельзя Такой контроль Ну как тут за контроли Такая всё в контроле в одном Так, приходит вердос Здесь реально много тиран Вердос куча Коль ЦЦ-шку нужно сбрить ЦЦ-шку сбривает Очень быстро причём Сталкерами сбривает Отступает Блай авокадо Блай повторы там какие-то смотрит Не знаю Что за повторы там блай смотрит Так, бегает здесь вердос рядом Есть уже запасик какой-никакой Две форжи, грейды делаются Есть шторм, кто вернётся Шторм есть Уверчажи пошли Так, пока не штормит Нужно вести штормичка ко второй Здесь фотонки Нужно мазеркор Нужно переводить Фениксы прилетают Сбивают медивак 1 Сбивают медивак 2 Нифига себе Вердос фениксов Из контрола забрал Очень интересно Два медивака сбил Второй монитор Забъявить сбор доната У меня есть как бы Второй монитор И я смотрю, что ты пишешь на нём Так, да, на третий уже надо Так, либераторов нужно отфокусить Отфокусил либераторов Вердос уступает Назад штормичков Выводит Гасты есть Но Проходит хороший скан Ну что, за ЕМП шел Всех штормичков сейчас Нет, не всех штормичков Но за ЕМП шел Штормичков сейчас Басил Нужно брать ещё вперёд Извините, буду сворачиваясь Иногда контролить батлнет Чтобы куда-нибудь ворваться Бывают там репки, смотрят Фениксы прилетают Либераторы Ну вот танки Тут у Басера какой-то Очень опасный такой микс На который можно Либо разобрать Со штормом жёстко Либо просто В хломищу слиться Сейчас Вердос Вот он под ЕМП попадает Адски Но Но Тиран под шторм Не менее жёстко попадает Чем Вердос под ЕМП Но Вердос пошёл вперёд Без полей Да куда ты без полей-то дерёшься Ёма, Вердос Что ж ты делаешь-то, а? Сливается Вердос Но Тиран с трёх баз Пушат, напомню я вам И поэтому есть шансы Отбиться вполне Реально Да куда ты? У Вердоса, блин Желание-то какое, а? Покликать Чё-то Ворваться Гейтов 8 всего И идёт отдаваться, блин 116 лимит Похоже здесь ГГшечка Вердоса У меня такое ощущение Что-то Гигантские дэмэджи Вносят сейчас Нужно их срочно убить Одного убил Второй пока живёт Танки живут Уходит Вердос Гейтов новых Добавил Сейчас 107 лимита Не знаю, сколько у тирана Там лимита Но достаточно много Я как понимаю Блин, контроль идёт Танки здесь рядом Гасты рядом Нужно идти вперёд Танк минус 1 Гасты там Какие-то юниты Минус Отдаются Фениксу Сейчас ещё один Иммортал выходит 2000 минералов Вердос чисто сейчас На приросте Пытает затащить Роба не отдавай Там почти готов Иммортал Иммортал выходит Но Иммортал сразу уходит Потому что Под Либераторов попадает Вердос идёт Под Либераторов По частям Просто в хлам Сливается сейчас Ничего не остаётся 70 лимита У тирана Четвёртая ццшка Может быть на 9 часах Вполне Так, Ник Слушай, нет Никуда не приезжал Пока вообще Вот Возможно В будущем Приеду Пока некогда Я только на операцию Приезжал Когда было Четыре месяца назад Было Ну я там сразу Туда-сюда Уехал Так Уверчажа идут Неужели Вердос сольётся Так сейчас нелепо Не знаю Если у тирана Четвёртая Если четвёртая Есть То тут ГГ так и так Уже На самом деле Так Здесь Довар Пойдут Запрессовал Сейчас Вердоса Бедненького Товарищ Сиран Вердос Пускается Пошла атака Либераторов Четыре штуки Что с ними делать То Вердос Прямо в Либераторах Здесь задаётся Фениксов Новых построил Ну ё-моё Зачем Остальное Это всё Под Либераторами Ё-моё Как сейчас Разваливают Как сейчас Разваливают Верду Здорово Госу Фуф Жёстко Всё ресурсы Кончились Это печально Проел Проел Ресурсы Все Штормовиков Доварпливает Шторм не делает Смотрю Батлнет Что происходит В Батлнете Так Блай ожидает Хэппи В игре Менее минуты Можно Хэппи Батвиник Было глянуть Там изи Для хэппи Я думаю Будет Стрэндж Все остальные Играют Сейчас Самые Интересные Стадии Начнутся Когда Меньше Игроков Когда Сильнее Оппоненты Сейчас Будет Серьезная Битва Начинаться Да Похоже У Баси У Ро ЦЦ Просто Не здесь А вот Где-то Здесь Находится Хотя Юнитов У него Очень мало И у меня Такое Иногда Ощущение Что Возможно Всё-таки Так Виртуз Как-то Нервно Прям Штормы Выкидывает Отдаёт Штормовичка Ещё Один Шторм Пошёл Вот Это Хорошо Палил Шторм Немножечко Охладил Пыл Тирану Идёт Вирдос Вперёд Басера Не так Уж Много Кстати Игрями Диваков Зато У него Очень Много Я вам Точно Скажу Нужно 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 Ждать Пока Штормовая Энергия Накобится Нужно Пятый Нексус Поставить Вообще Шторм Дистансмайнинг Уже Пошёл Дистансмайнинг Это печаль В этой ситуации Какая Просто Так Сканит Тиран Всё В контроле Ходит Гаста Гаста Войчас Либератор Авердос Минусует Архона Отведи Куда Он танкует Этот Архон Идёт Тиран Не Тирана Тут слишком Много Ребятки Это ГГ К сожалению Похоже Что там Бас Уже Миллиард Тирана Настроено Идёт На Хайграунд Вирдос Заходит Пытается Драться Всё Раскладывается Судя по всему ГГшечка Печаль Беда Но ничего не поделаешь Кстати Я не знаю Какой счёт Это полностью Поражение Или ещё Вирдос Не вылетает Вот это Вопрос Открытый На самом деле Блайд Демку досмотрел Димага В игре Менее минуты Тепи В игре Две минуты Попытаюсь Блая Ворваться Чараблая Не видел Не видели Мы Долго Давайте Сетку Глянем Так Здесь Так Тефилей С Хэппи С Ботвинником Рева Проиграл Фрозу Фроз С Мороу До Мороу Не дошёл Я был Не прав Ну Хэппи Будет С победителем Драться Либо Фроз Либо Мороу Будем Постараемся Ворваться Гунфу Банда Не знаю Вердос Проиграл Полностью Или нет Стрэндж Занстрон Кстати говоря Интересная Битва Будет Очень Уже Она Началась Дмс Так и ждёт Велму Хейтми Хейтми Зер Кто-то Я помню Интересно Димага С Ламбо Будет Биться Ну что Димага Тоже Сюда Может Пройти Дальше Вполне Возможно Потому что Ламбо Вчера Он выигрывал А где Блайд Вообще Чуть не Понял Блайд Авокадо Тут А тут Банда Тоже Здесь Дальше Будет А что Блайд Будет Биться Не Попробуем Ворваться К Блаю Против Авокадо Так Бегущую строку Уже Не надо Переносить Себе Рестрима Нету И все Нормально На нормальном Позиции Находится Рестрима Ну что Блайд Против Авокадо А как я знаю Блайд Не лучший Матчап С тиранами На самом деле Вот Стрэндж Выиграл Занстр Уже Или Кого Он Выиграл Неудоб Стрэндж Неудоб Уже Немного Немного Ну что, Блай против Авокадо, поехали Ну если Стрэндж выиграет Занстера, то нам шар Так, кстати, надо обрубить пару туров Там уже дальше всё продвинулось Если Стрэндж выиграет Занстера, то у него дальше там не дико сильно играет Хотя нет, у него пти-дрога там будет Но, так, пти-дрога у него уже в четверть в финале будет, получается То есть это уже за квоту будет там битва Я думаю, ПВП можно одолеть вполне Сирал там тоже, нам шар идёт Ну тут все сильные, шведов много И не только Зерги, ну Стрэндж Зерги вроде неплохо играет Блай с Авокад, потом Бассер или Гунфу Банда Каз бьётся с Миссу, потом может биться будет Хэппи с Ботвинником У Хэппи Фроз Мороу, Тифель Харстонтон Ну, кстати, для Хэппи сетка такая приемлемая вполне, я бы сказал За Хэппи потом будем следить За всеми одновременно не уследишь Угу Ну что, Блай удивляет Блай удивляет Как обычно, своими темами поехали Здесь пул пошёл у нас Отлично, что всё нормализовалось Блин, это было печально, что до этого происходило То, что ни хрена не работало вообще ни разу Завтра, кстати, на Кибет Рейс Ворс Завтра GSL Четыре бо пять, приходите в 12.30 И завтра в 18.00 на Кибет Рейс Ворс Шесть бо три, в котором играет Стрэндж, Блай и Каз То есть три СНГ игрока будем смотреть Завтра тоже такой достаточно долгий день Игровой субботу Финалы вот этого ВЦС на топ-8 игроков будут Ну что, Роуч Уору, ну Блайчика Ну Блайсова Акада не церемонится, насколько я вижу И это хорошо Мы тогда, значит, побольше успеем другого посмотреть Ну что, Крип разлился Роучи заказаны, Риперы спускаются Две штуки, есть еще две строятся Два Рипера Так, Королева выходит Инъекция будет или будет Крип Тумор? Распространен Скорее всего, Крип Тумор Блайс собирается распространять Но Роучами нужно прикрыть Вот сюда Крип Тумор можно запилить И вообще он далеко продвинется, кстати говоря Так, Крип Тумор пошел Сейчас Крипом можно ее и тут залить Посмотрите, здесь Крип Тумор раз Потом сюда передвинул И все, уже рампа будет залита этой слизью всей Еще Роучи два строятся Реводжеры Реводжеры строятся Королеву отдавать не стоит, Блайчику Нужно хайграунд зайти Так, Фаербольчиками Можно сейчас выбивать Смотрите, и Барак, и Реактор, и Депошку, кстати Можно дальше кидать Мне кажется, на три здания почему-то можно попадать Хотя не уверен я в этом Депошка падать сейчас будет Где Фаербол? Пошли еще Фаерболы от Блая КСМ-ку не получилось Подрить, вот сейчас подбрил Одну не надо дэмэджного Реводжера Подводить только Единственный момент Оверов Вижен хороший Можно закидывать все в итоге Так, Королева еще Роуч приходит Заходит Блай на хайграунд Так, Реводжеры не слабо тут накидывают А почему в бункер не садится Тиран, я чуть не понимаю Это 1-0 Блай Смотрите, 42-29 по лимиту Мариков подбрил Новые Марики выходят Реводжеры против КСМ-ок не лучшим образом дерутся Но, тоже, в принципе, не Блок А Роуча спасает На 7 хп запиливает яйцо И все, авокадо сливает все 12 на 50 по лимиту 1-0 нужно писать ГГшечки сейчас Да, в субботу еще китайский сумач Хэппи ожидает, кстати Ну ладно, Блайя досмотрим У Хэппи У Хэппи там ботвинник Я думаю, что там изи Хэппи справляется ТВТ тем более Здесь все-таки ЗВТ У Блайя Да и начал смотреть Надо досмотреть А то Еще Блайя обидится Скажет Что мои матчи неважные Там соперники одинаковые примерно Вот когда Хэппи будет Биться с более серьезными оппонентами Тогда и посмотрим ТФЛ Харстамс Там сверху Фроз Мору Далее снизу Стрэндж Занстр Не знаю, какая ситуация ДМС Стрэндж Димага Блай И Хэппи И Кас пока что играют Из наших Никто не проиграл Инвайтед Блай Спасибо ему Хэппи начал Респект ему Я в курсе И финал квалификации И шоу-матч Россия-Китай Тут же в субботу Будет у нас Ты кстати Там в конфе Напоминаешь Что шоу-матч А тут забудут Еще чертяги Фюр-фюр Бери выше Уже Мира Лучшего Про геймера Чем меньше Тренишься Тем лучше Скилл Нужно понимать Ну а дела Хорошего Спасибо Надеюсь У тебя так же Единственное Что Так Кстати Сейчас Секундочку Нужно кое-что Режим готов Фарфар Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Ровно Лучшему Про геймеру Европы На кресло И вепку Так Ребят Прошу прощения Антибиотик Тут выпил Фюр-фюр Спасибо За сатенчик Такой Респектовый Блай Вообще Авокадо Что-то не уважает Посмотрите Еще раз Такой же Билд Абсолютно Проверяет Где же хата Блай Здесь Еще и Подобывать Можно Ну хотя Здесь сверху Если Если что Можно Танками Забрить Проверяет Авокадо В разведку Пошел Но здесь Он не видит Что Блай Китай Делает Так Китай Будем стримить Конечно Китай Будем стримить Роуч Ворон Пошел Опять же Не готов Авокадо Рипер Летит Вперед Мимо хаты Пролетает Оп А вот Она и хатка Кстати Рипер Может пытаться Личинки Сейчас убить Но может он Пытаться Только Кстати Если Сейчас Сразу В Гранатки Кидаешь В Личинки Надо Гранат Кидать Вот Сейчас Только Понял У нас Тиран И одну Личинку Минуснет Унызи Здесь Граната Нормально Дэмэджи Наносит Потому что Роуч Ворон Через Десять Секунд Кады Даже Может Две Личинки Минуснет Сейчас Мимо Кидает Гранат Вот Это Ошибка Кстати Что Мимо Кидает Заказываю Блай Успевает Заказать 7 ХП У Яйца Посмотрите Как же Рипер Медленно Его убивает Сейчас Походу Убьет Все Таки Минус Яйцо Неприятно Выходит Королева Кстати Почти Закандрил Рипером Сейчас Вот Очень важно Если Такую Хрень Делают С вами Выбивайте Лищинок Вот Этих Всех Особенно Рипером Все будет Нормально Так Запиливается Реведжер Но Реведжер Роучи С мейна От Блая Не идут Сейчас Хотелось бы Побольше Роучей Лищинок Явно Не хватает По бункеру Фаербулы Пошли Факта Уже Лаба Строится Ё-моё Блай Здесь Совсем Все Не Получается Рипер Минус Рипер Что-то Тупо Резил Там Четыре Мариков Сидят Бункеры Чё Блай Тут Три здания Можно Сразу Убивать Вот Этими Хреновинами И бункеры Депошку И барак Нужно Пользоваться Дэмоджа Больше Наносить Ну Реактор Можно Убивать Да Депошки Депошка Реактор Падает Депошка Падает Уже Точно Так Овера Лучше Не отдавать Где Фаербулы Блайчик Фаербулы Больше Танк Строится Уже Первый Заходит Блай На хай Граунд Мимо Бункера Мимо Мариков Трансьюз На реводжера Пошел Блай Скрывается От Мариков Сейчас КСМ Пока Не Выводится Фаербулы Кидаются Ну Что Авокадо Не так То Просто Оказывается Ну Под Фаербулом Мариками Ходит Конечно Но Танк Есть И Похоже Блай Сливает Эту Игру Как то Ну Не надо Так Настолько То Жестко Так Начинается Опять И Здесь 22 23 По Лимиту Ну Что Еще Реводжеры Блай Не Оставляет Попыток Пробить Здесь Уже Нужно Что Другое Делать Лэр Я Не Знаю Какой Там Может Быть Нидус Танк Блай Минусует Нужно Отступить Мочка Назад Были Были Трансюзы У Королевы Было Хорошо Но Блай Предпочитает Крип Минучка Построит Еще Хату Нужно Блай Ставить Сейчас Хату Не Ставит Проход Пробил Ну Как Не Очень Трансюз Блай 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 Трансюз Прогна Прогнать Прогнать Все Блай 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 В итоге Экономика Лучше Лимит Лучше По технологиям Как у Тирана Как у Блая Ничего Нет Плеер Заказан Тирана Вообще Нихрена Нет Только Либератор Сейчас Прилетает Начинает По Коконам Стрелять Кокон Кстати Минус Нед Дронов Блай Отведи Же Ты Дронов Они Тупо Резят Заходят В рейндж Королева Кстати Отсюда Достаёт Видно Что Достаёт Тут Раздача Просто Какая Это Идет Конкретно Хату Выбивают Блая Что Королева Я не Понял Зайти А вот Реведжеры Приходят Уводят Либератора Авокадо В итоге Нужно Дронов Обратно Посылать Сейчас Здесь У нас Королева Есть Тоже Раскладывается Авокадо Здесь У нас Ещё Крипа Даже Нету Даже Даже Рабочих Там Нету Добывать Ничего Пока Есть Либератор В районе Мэйна Минус Либератор Блин Как Везёт Три ХП Ушёл Здесь Королева Минусует Авокадо Прессует Вторую базу Опять Блай Королеву Не Уводит Ошибка Блай Не Успевает Королеву Уйти Квайрбула От Реводжеров Пошли Минус Либератор Всё-таки Королеву Можно Было Не Отдавать На 20 Лимит Авокадо Вперёд Из-за Этого Вырыва Вырывается Опять Либератор Раскладывает Таким Образом Что Он Достаёт До Рабочих Королевы Ценой Жизни Один Выстрел Дилает Убивает Либератора Блай В хорошем Смысле Слово Блай Крип Вот Отсюда Посмотрите Сейчас До базы До своей Дотянет Вообще Красавец Тиран Так и не Увел Блай Через Рельеф Посмотрите Тирану На вторую Крип Тянет Вообще Царь Просто Вот эта Игра Реально Весёлая Ну Блин Молодец Блай Так и Надо Делать Пошёл Выход Роучи Но Лимита Меньше Блай Куда Больше Лимита Даже Чем Блай Вот Он Приходит Реодерами Сядь Авокадо Куда Выходит Там Стимпака До сих пор Нет Только Только Сейчас Будет Так Фаербольчики Пошли Мимо Пошли Блай Уходит На Крип Сейчас От Тирана Здесь Слишком Большой Выход И Танков Слишком Много Так Блай Идет Роучи Реодерами Вперед Фаербольчики Пошли Авокадо Уворачивается Но Это Пока Если Блай Отбивается У него Все Нормально Будет Ну Отобьется Ли Блай Хороший Вопрос Криптумор На Второй Это Просто Дичь Какая Это Ну Что Пошла Атака Блай Ревозеров Добавил Танки Пробревает Молодец Выходит Сюда Фаерболы Летят По танкам Очень Хорошо Летят Танки Минус Пробревает Оппонента Своего Причем Очень Неслабо Пробревает Таки 112 95 Авокадо Вышел Отдался Блай Адобыча Идет Рабочих У Тирана Больше Вот Что Меня Беспокоит Конечно У Тирана Две Базы Третья Только Заказано И как Сюда Перелететь Когда У Тебя Крип На Второй Базе Если Б Еще Сюда Крип Тумор Блай Б поставил Вообще Б прикол Был Конечно Скан Пошел Блай Приходит С эти Слингами Сейчас Авокадо Пытается Ступить Либератор Раскладывается Минус Либератор Сразу Даже Выстрела Сделать По-моему Не успел Марики На Фаерболах Отдаются Все На Фаерболах Отдаются Блая 111 На 80 По Лимиту Дотекание Сюда Идет Танк Высаживается Фаерболчики Новые От Блая Пошли Авокадо Еле Уворачивается Медиваки Зато Терпят Заходит Блай Ну Куда Реводжер Это Таргует Таргует Танкует Блин Ну Че Роуч Не Подождал Блай Все Спешит Блин Надо Добиваться На Уверенности На Уверенности Реально Дожимать Здесь Крип Туморы Есть Еще До Сих Пор Можно Выводить Их Вперед Так Ну Что Крип Возвращается Здесь Роуч Реводжер Еще 116 На 95 Блай С Равным Телемитом Нормально Дрался С таким Боюсь Развалят 1-1 В 1-1 Грейды Будут Сейчас Делать Можно Нидус На Натурал С Виженом Да Заходят Блай Здесь Три Танка Не 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 Надо На Рампу Лезть Так Жестко Это Уж Перебор Три Танка Здесь Не Просто Будет Выбить Дробчик На Мэй Летит Нужно Принимать Блай Аб Спайр Выйти Не Четвертая Хата Мутки Побольше Сделать Экшон Пошел Музыка Такая Агрессивная Становится Я Пока Сеточку Гляну Дробчик Блай Принимает Вы Посмотрите ФП От Блай Посмотрю Как там Хэппи Чтобы Просто Не пропустить Что-нибудь Интересное Из Какие-то Новости Сами Мне Сообщайте Хэппи Бьется Бодвинником Тифель Харстом Сверху Так Стрэндж Не Доиграл Пока Так Кас У нас Что Слился Кас Что-ли Кас Слился Гарритес Какому-то Непонятному Французу Французы Сейчас Тащат Ламбо Выиграл Димагу К сожалению Дмс Ждет Велму Хейтми Да Кас Димага Минус Старички Не тащат Пока Что Здесь У нас Выбивает Все-таки Тиран Крип 156 Блай На 105 Авокадо Авокадо Пытается Занять Базу Все-таки В итоге Газ Нужно Добычу Восстанавливать Блай Еще Тут Добычи Нет Три Рабочих Направили Здесь Четыре Ну ладно Это Все Мелочи Что Четыре Раба Здесь Газ Нужно Кстати Отменил Авокадо По-моему Там Хату Блай Блай Выходит Опять же Вперед 1-1 Грит Готова Вторая Атака Заказана Стимпач Сатиран Пытается Уйти Крип Здесь Крип Туморов Осталось Блай Посмотрите Сколько Крип Туморов Блин Просто Царь Вообще Как Реально Зерг Как Зерговская Чума Вирус Зерга Блай По карте Распространен 5 танков Здесь Нужно Ловиться В такую Кучу Блай Хоть Сплит Элементарный Сделай Заходят Фаербулы По танкам Пошли Еще По танкам Фаербул Пошел Пробревает На второй базе Все Только на хайграунде Один танчик Остался Блай На 1-1 Зашел Фаербулы На танке На хайграунд Пошел Третья база Пальц 171 На 94 2-0 Блай Из такой игры Вытащил Видно Что уровнем Даже не на уровень Выше На две головы Выше Не на одну Блай Здесь против Авокадо Фаербулчики Пошли Ой как КСМ Разваливаются Просто Флам Дропы Отбивает Дома Бегает На мэне Пробревает Мультитаск Хороший АПМ У Блая 270 Когда у Блая 270 ТПМ было Вот этот ТПМ Говорит о том Что Блай Сейчас реально Много тренируется И меня это Очень сильно радует Потому что Я думаю Что Блай Стабильно будет Хорошие результаты Показывать С такой подготовкой Хэппи Похоже Выиграл Похоже Хэппи выиграл Оппонент своего Но у него Соперника Еще нету Изи от Блая Короче Говоря Кстати Запись Запись Предыдущего Игрового дня На главной Вот ссылочка Сейчас я вам Скину Вы позже Увидите Плесуйте Кстати И Ютуб Тоже Пожалуйста Ребятки И на Гудгейме Пожалуйста Тоже Плюсуйте Так Стрэндж В игре 8 минут Блай Ждет Вирдос Ладор Катает На стрим Видимо Блай Блай Так Ламбо Ждет Дмс Дмс Либо Кого-то Еще Будем надеяться Дмс Дмс Ну а у Блая С Хэппи Тоже Разные Части Сетки Абсолютно Они тоже Могут Вдвоем Полуфиналы Попасть Будет Очень Прикольно Если так Будет Вот У Блая Тут Гунфу Бан Вот это Два Самых По-другой А Ну здесь Ютер Мал Еще здесь Блай Ему уже Вчера Проиграл Здесь Гунфу Бан Добаси Ютер Мал Такие Жесткие Игроки У Хэппи Таких Жестких То и нет Наверное Тефель Харстом Конечно Да Но Харстом Пожестче Ну Хэппи Я уверен Сейчас Посерьезнее Играет Так А Стрэнджи Кто-нибудь Стримит Ребят Когда Кастуется Реводжер Файрбол А в смысле А в чем Прикол Там же Не зажимается Ничего Вроде Как Ребят Если кто-нибудь Стримит Стрэнджи Из каких-нибудь Стримов Скиньте Пожалуйста Мне Будем Смотреть Я пока Не вижу Что кто-то Снимил Птидрога Там С Жулиангом Играет В чем Жулианг Там Кстати У него Хотя нет Жулианга Так себе Там Ситуация Хотя Кстати У Жулианга Нормальная Ситуация Он там Еще Сейчас Выиграет По-моему Оппонент Своего Там Рабочих Вообще Пробревает Миллиард Просто Шесть Пробок Осталось У Птидрога Жулианг Сейчас Птидрога Развалил Еще В чем Прикол Походу Дела И чудеса На виражах Там Творятся Так Стрэнж Стрэнж В игре А Занстер Не В игре А что Стрэнж Уже Занстер Развалил Тут Скрыто Скрыто Скорее Всего Да Нет Здесь Скрыто Все Естественно Стрэнж 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 Восьмой Оба ждут Оппонентов У Блая Конечно Оппонент Будет Посерьезнее Чем У Хэппи Там Фроз Или Мору Я думаю Там Изи Для Хэппи Будет А Дайши Проиграл Дайши Точья Проиграл Нью Термал Прошу Прощения Так Здесь На фоне Вы будете Немножечко Готовки Слышать Потому Что Потому Что Нужно Ну Будет Негромко Вот Сейчас Ребят Я вернусь Секундочку Дмс Ждет Все Оппонентов Ждут Пока Много Наших Еще Что Небудь Посмотрим У Бистика Жара Давайте Бистика Еще Чуть Посмотрим Немножечко 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 Так, ребят, я здесь. Да, здесь какая-то дича не игра. Бистик просто своего оппонента зерга как будто, посмотрите, в зоопарк посадил планетарками, полкарты отделил и просто говорит, живи там, я сейчас костов построю, буду тебя снайперить. Короче, сафари такое устроил сортов. Ну, главное, наших не пропустить, потому что это важнее гораздо. Так, была я в интерфейсе. Оппонентов нет пока, я не знаю, что там у нас. Так, Стрэндж, похоже, проиграл, мне такое ощущение. Всех еще раз приветствую. Были сегодня дикие проблемы на стриме, потому что там на магистральном провайдере, говорят, какие-то косяки были, ребят. Сейчас все стало нормально, слава богу. Вот. Надеюсь, так и будет. Поэтому спасибо за внимание всем. И, конечно, спасибо за поддержку. А вы держать, сами знаете, как можно. Премиуми, отблоками отключенными. Ну и по реквизитам писания или через плеер. Напрямую. Ну что, 120 Бистика, 160 сортов. Просто карта напополам поделена. Сортов. Так, Бистик копится, по-моему, что боевой лимит одинаковый. Посмотрите, Бистик живет на 23 КСМах против сортововских 68 дронов. Так, Гост приходит. А что Гост приходит? Ядерка-то есть? Нету, по-моему. А нет, есть. Бомба, ядерный удар пошел. Посмотрите, со стороны Бистика сортов вообще не контролит, не видит, куда бомба падает. Ой, сейчас жара будет. Сортов, сортов. О, Валерик дает. Минус все здесь просто. Хороший ядерный удар. Ну, а игра огонь, конечно, сейчас просто здесь. Еще нюка пошла сейчас. Приходят марики, мародеры. Сбревают хату. Все. На нюку демедж хватит. Уходишь ты, Бистик, отсюда. А что ядерку-то отменил? А что отменил-то? Я чуть не понял. Стрэндж все это печально. Все. Падает хата. Здесь Нидус очередной на мэне идет, но бистиковские юниты, кстати, рядом. Здесь стоят несколько штук. Везде Нидусы минусуют. Пытается, как компания какая-то. Нидусы к вам пилятся, обороняйтесь. Линги врываются. Юниты в демеджах пробревают. Тор не справляется. Просто зерговская какая-то. Какой-то провал на мэне. Бистик не справляется с атакой. Что такое? Зато Гастами здесь прессует по всем направлениям. Стрэндж слил. Я понял уже, да, ребят, к сожалению, слил Стрэндж. К Занстеру похоже. Везде Нидусы пошли. Ядерками тут выбивает. Просто все. К чертям у нас... Так, кстати, ядерку отменяет, убив Гост Академию, где ядерная бомба хранилась. У нас зерг-то. Диэмси Велму. Диэмси Велму ПВП. Кстати, можно было бы глянуть, но я лучше была. Я думаю, что подожду. Да, это все Гост Академии. Так, нет ни нук-сайлоса, и нет ни гостов. 106 бистика, 184 сортова. Я так на воздух. Где бистика лимит весь? 85, 126 боевой, бистика отдался. Ресурсов дохрена, ничего не строят. Почему ничего не строят-то, я что-то не понимаю. Ресурсов наворовал, да у себя нет ни хрена в итоге. Так, с верхнюю хату так в итоге и не выбил. Нидус вниз пилится. Маленькие на стимпаке Нидус бревают, только 2 линга успела выйти. На технику грейды 3-3, кстати говоря, у бистика 3-3 био и 3-3 практически техника вся, воздух 3-2 только. Ты гудгейн 2015? Что у тебя никнейм, это все новые и новые какие-то. Так. Сейчас я другую ссылочку, простите, запилю этот стрим, чтобы сетку одновременно можно было смотреть, то неудобно. Во вкладке другой. Ну что, 101-139, лимиты близки. Опять же дробчик мариков, опять тут бистик все шатает. Гастов я хз сколько. Везде на патруле юниты улетает. На планетарке Суртов даже не пытается ломиться, потому что там сразу с нейпершотами получит конкретно. Наверху ядерные удары постоянно идут. Не, ну Гост минус будет. Здесь 3-2 линга приходит, Суртов накрывает Гаста. Не удался ядерный удар, к сожалению. Залетает оверсир, бистик что-то не контролит мариков своих. Оверсир прилетит, сейчас Нидус еще пильнет. Пошел Нидус. Ни МС я не хочу заходить, потому что боюсь Блая пропустить. У Блая там очень опасно. Матч. Так, Нидус надо фокуснуть. Но Ультрал-то тут, ой, за Нидусом как запрессовал всех. Так, Гасты. Ой, Ультрал, бедняга. За снайперили Ультрала сейчас, я говорю, Сафари полная. Самая продолжительная официальная игра в Лотве. 36 минут всего еще она идет, о чем ты говоришь. Я думаю, что она очень скоро кончится, потому что Зерк расшатал сейчас Тирана. У Тирана падает мейн. Гасты с Инвизом. Инвиз пошел, нужно Нидус зафокусить. Линги садятся, высаживаются, засаживаются. Ой, Гасты как Линга, посмотрите. Вообще подряд прессуют, снайпер шот. Смотрите, как Линги отдаются на Гастах. Просто вообще отстрел. Это что за такая ЮМСка пошла? Хорошо тут попринимал Лингов у нас Бистик. Нужно снайпернуть Ультрала. Где снайпер шот хоть один? Так, уходит. Ну за снайпер шот. Хорош, развел, Гастов не потерял. Напишу, ДМС. Напишу, ДМС. Так, я здесь, где Визор? Какой Визор? Человек такой Визор? Да. Давно я его не видел. Отписывал, что-то он мне отвечал. Там не знаю, что с Визором случилось. В общем, Титан не стал проходить квали. Титан, говорит, очень сильно устает. Вот. Пока паузу взял. А еще какую-то кафе он делает, которая будет с компами и со стримами типа Баркрафта. Видимо, в Ростове. У себя там. Не знаю, с кем. Ну что, здесь жестко у нас все. Очень жестко. 140 на 186. Бистик проседал до 100 против 200 зерга. И все равно пока тащит. На апершоте Тультралов. У Сортофа все, ресурсы кончились. На самом деле, это поражение для Сортофа. У Бистика тоже ресурсы кончились. Но у Бистика больше боевого лимита. У него он качественнее просто. Так, спрашивает, сколько запас у Бистика. ГГ пишет Сортоф. Хорошая игра. Очень жесткая игра была. Это реально Джи-Джи. Пытаюсь в ДМС попасть. А, все. ДМС отбой. Хэппи против Мору будет биться. У Блая пока оппонента нет. Вот. Так, Хэппи еще уведомляю, что я к ним. ДМС удачи. Желаю, чтобы он квоту взял. Потому что Стрэндж уже отвалился. Надежда в нижней части сетки на ДМС. И, конечно, я к ним. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... И во второй игре Жулианг еще ведет, по-моему. Хотя нет, боевого лимита больше, но экономика слабее. Если сейчас не пробьет, то все, печаль. Так, давар поддет от процесса. 100 на 72 в пользу зерга. Дестабилизаторов пока нет. Пока нет дестабилизаторов, можно давить. Ядра, реводжеры, все идет вперед. Нужно заходить. Ну, что-то Жулианг тут тупит. Когда финал ВКС на сцене, они в рамках ИМ готовятся, будут проходить. Это будет в 3-го, 6-го марта, по-моему, там такие даты. Или 4-го, 6-го, что-то такое. Жулианг давит еще дестабилизаторы. Не смогли минуснуть, прям все взять. Так, фаербодчики пошли. Птидрога еще сталкером на них попадает. И Морталу поля снимает. Но просто достаточно, по-моему, что подбиться. Сейчас еще дестабилизаторы закдешатся, выстрелят. Да, разваливается зерк в итоге. Но все-таки Птидрога победитель. Димхак, он в финале победил. Жулианг такой средненький зерк. Здесь все ясно, закрываю. Чтобы хэппище не пропустить точно. ДМС в игре. Блин, я надеюсь, Блаевские оппоненты подольше там будут играть. Так, хэппи инвайтед. Отлично, отлично уже, что хэппи инвайтед. Поздоровался с Мору. Мору приветлив. И это хорошо. Поехали. Приветлив, значит, адекватен. Ну что, хэппи Мору. Сверху Харстом Тефель бьется. И кто-то из них будет за квот убиться в итоге. Мизу против Ютермала. Победитель будет играть с... Если Блай победит оппонента Байсио или Гунфу Бандус, как раз таки с Блайем. Но еще нужно победить. ДМС с Велму. Дальше Ламба ждет ДМС. И, кстати, если в ДМС выиграет Велму, а в ПВП, я его уверен, Ламба такой прям не самый сильный оппонент. Снизу Шоу Тайм, Бистиг, Сортун. Ну, можно ДМС, можно проходить, но будет прямо непросто, я скажу. Ага, просто-то было. Лахар. Титаны с Ростова, из Ставрополя, Тиран Вик. Титаны с Ростова, из Ставрополя, Тиран Вик. Так, у Мороу Гейт Нейцу стандартный билл. Газ запиливается. Сейчас Кибернетка пойдет. Пробочка на разведке одна есть. Заблочил уже выход Хэппи Мороу. Факта строит. Браво, все видит. Насчет завтра. Завтра у нас будет GSL 12.30. Четыре бо пять, между прочим. Завтра GSL завтра будет достаточно долго идти. И также завтра будет вечером в шесть часов. Завтра будет у нас этот, как его? Как называется-то? Кибет Рейс Ворс. Завтра день СНГ. Завтра играет Стрэндж, Блай и Кас. Шесть бо три, где будет играть в двух Стрэндж, Блай и в двух Кас. Короче, не пропустите. Будет очень интересно. Завтра вообще день такой. Ну, сегодня ВЦС, сегодня-то отборочный. Вообще интересно, пройдет ли кто-нибудь из наших в субботу. Потому что в субботу будут финалы ВЦС. Хотелось бы не смотреть просто буржуев, а смотреть наших. Потому что через наших я, возможно, и в игру смогу ворваться. Ну, а завтра чуть, может, менее, а может быть для кого-то и более интересные. Там корейцы, плюс на кикбете интересные игроки. Будем смотреть, короче, все. В любом случае Старкрафта много сейчас будет. Я же уже сказал, почему за РГГ написал. 28-23 барабан в пользу Мору. Хэппи строит медивак. Второй газ добавляется. Минка. Шесть мариков. Минка. Передроп к Мору будет. Пилонов нет на второй базе. Ошибка от Мору. Как обычно, минка вот сюда, сюда марики и, возможно, возможно, будет Мазеркор принят просто на передропе сейчас. Ну что, минку нужно выкапать, что Хэппи и делает. Заводит на мейн, забирает все и полетел сразу же на ускорение со старта. Реактор на бараке. Еще одна минка строится. Точка сбора в минеральную линию. Ну и, естественно, будет просто отбиваться. Так, видел Мору в медивак? Я вот что-то не уверен, что видел. Кстати, здесь вообще можно ворваться и... Хотя нет, два адепта уже Мазеркор. Пилончика нету. Два адепта-то можно, если минка по ним ударит. Особенно тогда в хлам их марики развалят. Так, минка дропает сейчас. Нужно улететь немножечко на хайграунд, дропнуться мариками. Ну что, Хэппи минку-то перебеди немножечко. Четыре адепта уже нету. Четыре адепта все-таки. А в сервере есть. Будет минку выбивать пытаться Мору. Так, приходит минку выбивать. За залп убивает. Хорошая работа. Она не успела стрельнуть. Начальный билд Хэппи просто в хлам проваливается. Вот что я могу сказать о Мору. Может быть, у него не самое лучшее в мире исполнение. Да и в Европе даже. Но в плане того, что он думает, сомнений нету. Потому что законтрил вообще Хэппи в холомищу сейчас просто. Законтрил в холомищу просто Хэппи сейчас. Так, плюс два барака добавляется. Четыре барака будет сейчас. И так, иммортал заказ. Может быть, даже будет иммортал пуш. Может быть, с призмой какое-то давление. Посмотрим. Так, сэнтрю прям на варпе Хэппи сбривает. Хорошая сэнтря была. Да, сэнтря. Не повезло, бедняге. Варпилась на пилон. Медленные гиты еще, походу, не были готовы. Привет, терминатор. Эзип готов. Что там с фюр-фюр случилось? Что-то с фюр-фюр случилось, не знаю. Так, минус сталкер. ЦЦ-шечка, третий у Хэппи строится. Апсель разбивает. Молодец. Здесь Мариками подхарасил. Медивак не отдал. Мариков не отдал. Это хорошо. 90-76. Пользу Муру по лимиту. Боевой практически одинаковый. Там Хэппи много не убивал. Стимпак доделся. Щиты еще пока делаются. Два циклона, кстати, у Хэппи есть. Один лункер на второй от адептов. Викинг висит. Тут просто шалонированная такая ворона. 95-117 по лимиту. 50-65. Боевого, кстати, Хэппи столько же примерно. Ну, нужно третью раскачивать сейчас. Бустится 1-1 грейды. Выходит Морфью. 104-125 минут. 45-60. Не в пользу Хэппи. Но есть зато Либераторы здесь. Либераторы могут помочь, конечно, в обороне. Выходит Хэппи. Видит адепта. Можно забрать. Будет циклоном пытаться забрать. Да, забирает адепта сейчас Хэппи. И циклоном видит всех сталкеров, еще адептов. Медиваком забирает циклонщика. Хорош, красного. Хэппи сегодня в ударе, смотрю. Здесь и Минки, здесь и Либераторы, и Циклоны, и Бункера. Прессинг будет жесткий. 124-145. Но Хэппи-то готовится как раз к прессингу очень жестко сейчас. Ну, Био как-то маловато пока. Зато по 3 Либератора строятся. Минки в молоко стреляют. Либераторы атакуют. Сейчас заходит Мору. Минки минус. Вычинивать нужно Бункера. Еще один Либератор раскладывается. Еще один. Хорошо Мору Либератор вкусил. Ну, Хэппи, посмотрите, как он чинит Бункеры по-царски. Циклоны там выдают. Захваты где-то издалека. Да, Бункеры живут все. Только вот первый сейчас упал. Плюс Викинг здесь есть. Ну, просто на ровном месте Хэппи игру берет. Пришел Мору и отдался. Какая великолепная оборона просто со стороны Хэппи. Сейчас сейчас нужно уходить. Мору сталкеры кидают двух адептов и сентрю. Все, изи просто. 121 на 86. 2-2 у Мору делается. Это его не спасет, похоже. Потому что Цикл Либераторов все больше и больше. Био тоже больше становится. Бараков 5 работают. Единственное, Хэппи инженерочку вторую, чтобы граидов побольше делать. Вот сейчас сидеть нельзя. Нужно четвертую минусовать идти. Ну что, адепты минусуются. Четыре как-то прорвались. А вот она, призма летает. Кстати, призма не без му, призма, кстати говоря. Но много рабочих Хэппи не потерял. Вот опять Хэппич сидит, ждет. Там 2-2, там лимит. Сейчас Шторм пойдет. Вот сейчас дождется, что Мору перемакрит еще. Так, отбиваться сверхчетко. И так потом сидеть, что-то ждать. Непонятно чего вообще. Так, выход пошел. 2 Апсервирова рядом. Так, у Мору чаш уже готов. Минки копают. Там Либераторы раскладываются. Либераторы еще дальше раскладываются. Хэппи идет вперед. 3-3 уже у Мору. У Хэппи вторая атака. Ну, хоть вторую инженерку добавил и тот, слава богу. Либераторы раскладываются. Их просто физически нечем фокуснуть. Здесь сталкеров столько, сколько либераторов. Сталкеры заходят. Хэппи улетает. Нужно в ренч Либераторов сейчас дропаться. Конечно, красавчик Хэппи. Контроль на высоте. Как обычно. Минус 4-й Нексу. 115 Мору, 150 Хэппи. Зилки здесь тоже не справятся. Здесь 2 Либератора есть. Плюс Био. Минки копаются. Марики, мародеры есть. Минки успели закопаться. Понимает Мору, что ловить тут просто нечего. Ну, а здесь дальше будет Хэппи? Да, сканет. Ну, решил отступить. Правда, на Зилков сейчас попадет. Так, Минка успела закопаться. Пытается Архона минуснуть Хэппи. Архона не минуснуть. Нужно брать с мейна прирост везти сюда. Иначе как-то не очень будет. Так, ой, Мортл пошла атака. И Мортл живет. Ой, как Либератор. Как они развалили все жестко. 140 на 103. Улетает Хэппич. Но сейчас теряет Либератора достаточно много. Кстати, 3-3 у Мору скоро будет готов. Вот это опасная очень ситуация. Так, СССР сейчас ставит. 160, 119 по лимитам. Нужно дожимать их. Что-то Хэппи тут долго бегает. Бегает туда-сюда. Ну, Мексуса, несмотря на все провалы, все ставят. 3-3 сейчас будет готово. Ну, 3-3 в 1-2. Это хорошая игра для Протуса, безусловно. Так, Либераторы прилетают. Все вообще в их сейчас атаки. Хэппи дальше будет идти. Сразу 4-3 у них заблевает. На 3-й будет заходить. 4-й СССР добывается. 5-я строится. Мору, правда, видит. Естественно, идет драться. Либераторы ближе приходят. Еще минки копаются. Био заходит. Пробок нужно сбрить. Пробок сбривает. Шторма нету, кстати, грейда. Вот только что он сейчас Мору делает. Так, заходят сталкеры в рейндж-минок. Не получается Мору расконтролить минки, выманить залп. В итоге Хэппи забревается. Очень активно он вперед двигается. Прямо моментально практически все делает. Заходят зелки. Минус несколько юнитов. Марийка-мародеры вперед поломились. В это время контратака зелками идет за стороны Мору. 3-3 зелки. Они очень такие боковатые. Просто вырезают здесь. На пофиг все. Мору отступает. Ну что, разве что Шторм ему может быть. Он думает, может помочь. Но я очень сильно сомневаюсь, что даже Шторм здесь Мору поможет. Либератор раскладывается на мейн. Фокус Медивака от Мору хороший сейчас был. Так, ну что, Фатоночка минус. Фокусить сейчас Стромовичка. Одного. Второго не получается. Здесь вот мародера Мариков отдает. В итоге что-то бил тут под Либераторами мало остается. Призм не видно здесь. А вот зелками можно с Пилона зайти вот с этого сейчас. Ну что, Хэппи понемножечку пытается Мору вытеснять с Пилона. С Пилона вытеснет, безусловно, сейчас. Так, Шторм пошел, а Шторм увернулся. Медивака 2 всего здесь. Это мало явно. Мору был тером, Мору был зергом. Теперь Мору Пробс. Мору универсальный такой солдат. Какой раз и хочет, такой и играет. В воле был тером. В поте зергом. В лотве Пробсом. В каждой расе. В каждой игре одинаково. Точнее, в каждой игре по-разному. Наоборот. Так, Блай 4 минуты что-то там ожидает. А что Блай, с кем бьется-то вообще? Захожу к Хэппи Мору. Нужно смотреть. Гунфу Банда выиграл Басио. Блай против Гунфу Банды. А там уже ее термал дальше ждет. Хэппи уже ждет Харстом. Ну что, нужно смотреть то, что начал, похоже. У Блай, конечно, оппонент не подарок совсем будет. Будем стараться перестримить. 1-0 Хэппич. Вторая игра. Сумеречные башни. Карта. Ну, в первой игре напряженный пуш от Мору. Был бы ему как Хэппи отбился. Это просто было супер, конечно. Со стороны Хэппича. Девушки отдыхают. Подписывайтесь на наш канал. Так, всем привет Hypnotic, ребята Ну что, игра в разгаре Уже после гейта опять А не, Nexus до гейта в этот раз Отморал, решил он так сыграть Happy Night через Reaper играет Поэтому в принципе все хорошо Минус пробка Что там, DMC не знаю Это вы мне должны говорить, контролить сетку И сообщать Чтобы я уже всем сообщал Так, еще один газ запилен сейчас Кибернетка ставится Гид ставится Гид ставится Так, здесь одна база Пристройка завершена Так, мне же не так Пусть так Немножечко отдохнет Полетел Либератор От Хэппища Пилонов у Мороу, кстати, нет Может быть, из предыдущей игры Хэппи это понял Я не знаю ЦЦ-шка начинает добывать 42, 28, 35 Пурабам Здесь у нас сталкеры строятся Адепты на второй базе Но Либератор-то пофиг на адептов Ну что, Либератор блочит добычу Полностью здесь у Мороу Рубку чуть не завел Сейчас сталкер Пытается через шифт отвезти Назад нужно отлететь Немножечко и разложиться Вот крайние минералы Просто заблочит Что Хэппи и делает Можно вот сюда отлететь И вот здесь блокануть На самом деле Так, пересидживается Ближе Либератор Так, заходят сталкеры Минус 2 сталкера Мороу это понимает Еще и пробку теряет Еще пробку теряет Ну что, неплохо Либератор полетел Апсельбер Мороу проверяет Что происходит Лимиты практически равные По стимпаке пока речь не идет Второй Либератор на мейн залетает Мороу реагирует Достает оверчарш Нужно отойти Немножечко ниже Разложиться так Чтоб не доставал Ну что, пробки покатались Здесь так и не выбил Старгита, кстати, у Мороу нет Это ошибка очень большая На самом деле Без Старгита вообще Выбить не сможет ДМС минус Это печально Это очень жаль Но оппонент у него Был не слабый, конечно Хотя Велму Нет, Велму Велму хороший игрок Но сейчас он как бы Прям не дико сильно Велму-то нужно обыгрывать Тем более с ПВП ДМС А ПВП у ДМС Всегда хорошее было Насколько я помню Так, плюс 2 барак Хэппи делает Циклончик Ну что, харасит Хэппич 70-73 Лимиты одинаковые Парабам тоже одинаково Практически Единственное, что Третьей ЦЦшки у Хэппи нет Бункер для надежности На второй базе От всяких харасов Скан минус обсервер Здесь опять Либераторы хэппичи Раскладываются Минус сталкер Пробка чудом ушла Благодаря сталкеру 79-78 Вот как тяжело Против этих юнитов Без таргета играть Просто Особенно на этой карте На этой карте Позиции имбог Просто нереально Ну, не старгейт Так у сталкеров Блинк-то должен быть Очень ранее Потому что Нужна мобильность Какая-то Чтобы их выбивать Мобильности Просто нету Никакой Так, раскладываются Либераторы Опять Ну, тут выбьют Сталкеров Три штуки, конечно Но два сталкера Минус, правда Будет Хоть как-то Разменялся 88-86 По лимиту Треть ЦЦшку Хэппи строится Стимпак Заказаны Заказаны Мору 1.1 Плюс 1 В инженерке Делается А, ДМС Проигрывает Вел Так он еще Не проиграл Заказаны 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 Делать Заказаны Заказаны Очень быстро Заказаны Стимпак Заказаны Заказаны Неплохо 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 Дерутся Заказаны 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 Великолепно Морталы Сталкеры Нужно Нужно Врываться Хэппи Нет Тут Сорт Оф Бистика 1 1 Только Так Проверяю Кто Стримить Может Пти Друга Сиралом Там Бьется Ей же ФП Ей термал Стримит Но ФП Это как-то Не очень А Ей термал Ждет Былает Кто Гунфу Банда Былает Никто Не стримит Получается У нас Печаль Если ссылка Есть Скиньте Пожалуйста Бэй Стрейд Кстати Стримит Что-то Может Стрейд Стримит Былай В игре Нет Тоже Сорт Оф Бистик Стримит Хэпп Хэппи Стрейд Стрейд Будет Биться или нет пока не врываюсь может быть на ютермала получится ворваться будем хэппи смотреть решающую игру потому что это уже за квот угла еще не за квот убьется так что хэппи важнее пара хоть как ни крути а Так, ребят, я быстренько перекушу, потому что антибиотики съел, а ничего не кушал. Млай начал, он еще с бандой как бы не убьется, поэтому ждем хэппи харстом. Продолжение следует... 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 Хэппи харстом, игра началась... Отлично, поехали! Переставляю... Переставляю все, перекусил немножечко... Так, секунду, ребят... Продолжение следует... 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 Перелетает парадчик Садится здесь Здесь у нас все строится Либератор строится у Хэппи Хэппи понимает, что на этой карте Либератор это реально Очень такая грамотная тема У Харстом ничего не заблочено У Харстом Старгейт ставит Харстом Ни морал Я считаю, что Хэппи Харстом Обязан наказать Потому что не такой Харстом сильный игрок На данный момент Он прям сверхсильным никогда не был Но достаточно стабильный проц Чтобы проходить Чтобы турниры брать У Харстом точно нужно наказывать За слот Моряки копься 41-52 Но если сейчас Либераторы не нашатают На самом деле не очень хорошего Хэппи не ждет А Либератор то не нашатает Потому что Феникс уже будет заказан Сейчас Харстом просто убедет рабочих И все Убла еще так Погодите Залетает Либератор Раскладывается вне рейнджа пилона Харстом рабочих уводит Уводит рабочих Одна пробка не успела уйти Реакция должна быть лучше Так, сейчас я обновлю еще раз Прошу прощения Нет, Блай еще не с Ютермалом И это очень хорошо Потому что есть шанс посмотреть Так, все Только Блай Хэппи Остался в очередной раз доказывать Что самые сильные игроки Они в СНГ на данный момент И за последнее время Так, Либератор с Фениксом бьется Либератор Феникса победить не может К сожалению Но Еще не оставалось Кроме как на Аклике Его послать Просто дэмэджи Фениксу нанес Еще один Либератор на мейн залетает Прохарасил Нужно сваливать У Феникса скорость 5.95 У Либератора 4.72 Он медленнее летает Более чем на единицу Но все равно достаточно быстро Чтобы успеть на мейн улететь Два Феникса за Либератором Харстом и Гонлица Нужно прикрыть Либератор наверх улетает Сейчас, кстати, видит Видит Харстом Но все, он дома уже Марики прикрывают Все в порядке Третий цешка строится Стимпак делает Сухой там блинг пошел У Харстом Плюс один заказан Ну что, армур в форже Блинг ЦЦ-шка готова Нужно грейдить, чалик Успокойся Иди дрыхни Иди дрыхни Иди дрыхни Еще и с блингом пушить С Хэппи собирает Кстати Тайминг пуша-то для Харстом Вообще хороший получается Вот у Хэппи Две лабы Ну вот что за ошибки-то Дерьмовые такие Я извиняюсь Ну две лабы Где щиты-то Вообще не заказаны Что Хэппи тупит-то Вообще Как я не знаю Конечно, так развалит Харстом И так щиты И не заказывает даже Он просто думает Что они есть А их нету Ну замечательно Блин 66-51 Парабам А, Блай первую С гун-фу играет Еще только первую Нас Без скана Выбивает Апсервер Хэппи Скан пошел на третью Видит, что Харстома Нету Просто на третьей Понимает, что он может Где-то рядом быть сейчас В это время Призма с двумя фениксами Собирается на мейн Ворваться от Хэппича Есть две минки Марик выходит Сейчас спалят В Хэппи, что Харстом здесь находится Спалил И уходит наверх Марика теряет В итоге Все-таки Призма на мейн ворвалась Три адепта Довар Пошел Хэппи Идет туда Так, залп по Фениксу Пошел Несколько адептов Уходят в карман сейчас В количестве двух штук Так, Харстом Что-то тупит Там бункер есть Не может, кстати Харстому здесь не зайти будет На самом деле Минки минусует Циклон там Адептов отгоняет И 135-122 Самое главное Что Хэппич живет По лимиту Ситуация ровная Практически Ну, выжил Щиты так и не заказал Ну, ё-моё Ну, что за бред Ну, что за ошибки Это такие Ну, как можно Тут постоянно удивляюсь Понятно Там АПМ 368 Ну, визуально Неужели не видно Что марики тоненькие Без щитов Просто идет Хэпп Вперед Без щитов Харстому разваливает В центре сейчас Или не разваливает Все разваливает Одни Одни сталкеры Остались Развалил Все нахрен Нужно отступить Сейчас Щитов Как не было Так и нету Здесь Либератора Прям чинит Красавец Не отвел Ни хрена Хэппи Ну, закажись Ты щиты Ё-моё Неужели Забудет Полностью В этой игре Заказать Блин Ну, как так можно Все нормально Но что-то Не слава богу По-любому Блин, а Готово Армори Можно 2-2 Уже заказывать Сейчас Точнем вторую атаку Хотя бы Щиты Оп Заметил Чудо Произошло Хэппи заметил Что щитов Хастом Пытается прессовать Но Хэппи Не запрессует Он здесь Абсолютно точно Так Симфакт Туречку убивает Циклон Там фокусит Не получилось Фокуснуть полностью Масса адепты Здесь Но Хэппи Ж знает Как с адептами Бороться Гасты нужны Минка Перекапывается Минку На перекопке Хэппи Сливает Зачем Очень эффективно Тоже против Юнитов Хастом Хастом Заходит уже Сейчас под вторую базу Хэппи Блин Щиты бы были В этом замесе Когда Хэппи гнал Он бы в хлам Убил бы В итоге Вровень подрался И теперь еще Харстом прессует В наглую Этими Адептами Чёртовыми Грейды 2 армора Всё что есть У просто сейчас Так Абсервера Хэппи Фокуснул Молодец Депошку можно и вычинить СМка выезжает Дайте пройти 11 хп У депошки Минут депошка Выстрелил Харстом Адептами что Будет врываться Нет Не будет врываться 164 171 По лимиту Экстра сопла Кинуть А то блин Нету продакшна Адептам Делается Так Либераторам Делается Воздушная атака Харстом Добавляет Штормовиков Хорошо шторм Еще не добавляет Будет шторм Будет вообще беда Так Приходит адепт Харстом Поломиться Собрался Нет Не собрался Молодец Не нужен Здесь адепты На мейн урываются Заходит Харстом 180 180 Лимит это равное 4 адепта На мейне Хэппи частью юнитов На мейн Пошел адепту Отбивать Иллюзии Харстом не посылаешь 64 77 Парабам Адепты не смогут На вторую пройти Хорошо Хэппи все принимает Призма где Призма не так далеко Хэппи найдется Сейчас призму Викингам Между прочим Нашел призму Но не законтролил Мог бы законтролить Но она медлит Так Викинг Медленнее Призма летает Но если близко подлететь То можно успеть ее убить Пока в рейнже находится Адептами постоянно Харстом врывается Сейчас штормовички делаются Шторм скоро будет готов В гостакадемию У Хэппича Штормовичков Можно фокуснуть Скан Шторм минус Харстом не доконтролил Штормовик Второй живой Сейчас шторм может жесткий Пройти на Хэппича Штормовиками Минуснуло Отлично Минусует Все вообще Харстому Правда Медиваки Без энергии Сейчас это очень печально 170 на 144 Хэппи умудряется Разобрать Штормовички Есть со штормом Нужно отступить Мышка назад 2-2 грейды Прямо в замесе Доделаются Долго очень 2-2 делаются У Хэппича Так Штормовик С энергии Здесь один ходит Еще 179-143 Да варп Еще пошел Оля имеет У Хэппи больше Но у Харстома Пятая база Уже ставится Беспокоит Экономика Ну значительно Лучше Чем у оппонента Вводит Очень грамотно Не в ранже Либераторов Минусует Тут мародеров ЦСшка Четвертую Хэппи занимает Это очень верное решение Гасты пошли Меня это очень радует С гастами Хэппи развалит Харстом Абсолютно точно Так Адепты заходят Ну это будет Отмена Конечно Телепорта 81 пробка 88 Боевого На 124 Темпист У Харстома По 3 штуки В старгитах Но Хэппи не ставят Сейчас на Не только на Либераторов Слава богу Ставят Хэппи Еще и Делают И очень важных Гастов Сейчас Гасты будут решать Безусловно Так Отгоняет Хэппи Харстома Адепт Сражаются Гасты Первые выходят 3-3 Грэйды пошли Это очень хорошо У Харстома 3-1 Сейчас 3-2 Будет Так Залп Ой как Минка ударила Прямо Блин больно Минус Чештурмик Минус Много чего Хорошая ЭМП Сейчас пошло 11 Чештурмовик С энергия Сейчас Шторм пошел Харстом Замечает Что энергия есть Но Хэппи Разваливает У очередной 180 на 125 Либераторы Складываются Гасты Складываются Хэппи Не отпускает Еще тут Так Имортла Можно не отпустить Имортла Точно Нужно не отпускать Хэппи Имортла Сбревает Имортла Сбревает Сколько Чештурмовиков Ровно 0 1-0 Хэппи Судя по всему Приходит Сюда Не хочу Каркать Но Здесь уже Все четко И уверенно Хэппи Реализует Один Темпест Есть Четвертый Нехт Падает Ну пятый Зато добывается Во всю Харстом Мазеркур Где-то Вдалеке Вообще Находится Надо Мариков Больше Делать Хэппи Ну под Либераторами Темпест Очень хочет Хэппи Минуснуть Но только Не под Не под Сталкерами Это нужно Делать Так Гасты Есть Хэппи Собирается Ковать Дальше Фронт Хороший Заходит На Хайграунд Либераторами Темпест Пытается Выбить Зачем Ты Хэппич Это Делаешь Сливаются Либераторы В итоге Темпест Контрить Нечем Био Все Перестимпаченное В мясо Темпи Отступает Лимит Равный Ну зачем Зачем Было Ломиться Вот так Вот туда Так С Викингами И Гастами Псиштормовичков Хэппи Это умеет Контроль Не ухороший Пятую СЦ Занял Молодец КСМ Подстраивают Это нахрен Не нужно Сейчас Лимит И так Уже Хороший Боевой Нужен Лимит Гастов Добавляет Харстом Выдвигается Вперед С темпестами Викингов Две штуки В продакшене Что Старгейтов Хэппи Один что ли Старпорт точнее Два Хастер Портану Один без реактора Три викинга Сейчас в продакшене Так Дробчик Заходит Двойной На пятую базу Хастом Хастом Вынужден Отступить Сейчас Хорошо Хэппи Для себя Время Выигрывает Нужно Больше Нужно Хотя бы Штучек Восемь Викингов Чтобы этих Четыре Темпеста Законтрить Сейчас Или их Уже Больше Шесть Уже Семь Ой Восемь Викингов Мало Нужно Штук Десять Уже Тогда Значит Викинг С плюс Два Это Хорошо У Харстом Грейдов На воздух Нету По лимиту Хэппи Все еще В плюсе Передроп Идет На четвертую базу Хорошо Что энергии Медивак Не было Фидбэк В итоге Не заходит Жесткий Пилончик Минус Пробки Минус Харстом Подходит Фокусит Медиваки Но Хэппи Время Для себя Выиграл Сталкеров Фокусил Некоторое Количество Причем Хорошее Количество У нас Укусил Сталкеров И выход Очередной От Хэппи Идет Сколько Викингов Четыре Викинга Что за Смерть Такой Ах Хэппи Ломец Прямо Тут Хвощ Вперед Пойти Много Мариков Здесь Марики Могут Развалить Но Шторм Один Пройдет Все ГГ Сканит Хэппи Видит Да видишь Что Темпестов Миллиард Ну зачем Лезть Туда Ё-моё Как Хэппи Прямо Агрессивный Это Какой 169 173 Заходит Оверчажи Пошли Ган Еще Один Пошел Викинг Сразу Минус Блин Дострой Ты Больше Этих Чёртовых Викинги Лезут Викинги Минус Темпестов Нечем Убить Марики Конечно На 3-3 Грейдах Просто Унизят Темпестов Но Так Заходит Хэппи На 4 Нексус Укусит Такой пилон Нексус Убивает Сколько Билла На этом Нексус Сольется Это Жесть Какая Развел Харстом Очень хорошо Хэппи Но Здесь Приштормовики Темпест Остается Дерется Со сталкерами Харстом 3-3 Контролит Хорошо Идет Атака Под шторм Попадает Хэппи Сливается 136 170 Сам себя Развел Сам себя Реально Развел Рабочих У Харстом Много Боевого Лимита Очень много Так Нужно Доходить Сейчас Только Не терять Медиваги 4 мародера Сидит Хорошо Закадешился Буст Улетает 2 живых Полетели Дропаться Сюда Хорошо Шестая База У Хэппи Уже В планетарку Трансформируется Но Сможет ли Он в лоб Атаку Выдержит Здесь Хороший Микс У Харстом Очень хороший Дропается Хэппич Нужно Идти На стимпаке Быстрее Сюда Забегать Пока Ну Вот Инициатива На стороне Харстом Он первая Атакует Сейчас Это Очень важный Момент Штормовики Есть Гасты У Хэппи Здесь Отсутствуют Хэппи Уже На хайграунд Уходит Нексус Выбивает Правда Харстом Пилончик И минус Еще Пилончик Минус Сейчас будет Даже Адепт Один Не успел Варфануться Но Это Минус База Точно Харстом Часть Нексус Падает Ой Харстом Отступил Здесь ЦС Хэппи Падает Чинить Не чинит Вообще Здесь Сталкера КСМ Запиливает Три Армора У столки У КСМ Но Они по Трем Армору Харстом Очень медленно Пилят В итоге Ну что Наламывается Хэппи ЕМП За четырьмя ВК Великолепная Марики Темпестов Разваливают Хорош Викинги Идут Перед Переворот От Хэппича Био Очень много Харстом Пул армии Держит Дома 130 Уже Лимит равный Боевого Хэппи Намного Больше Викинги Садятся Красавчик Здесь база Осталась У Хастома Одна база Фактически Добывается У Хэппича Две Добываются База Сейчас Он идет Вперед Нужно ли Так ему Спешить Вперед Лезть Викинги В воздухе Один гост Его лишь Есть Хэппи Сканет Видит Где база Харстом Видит Где сам Харстом Находится Может Викингов Уже Посадить Имеет Смысл Так Либератор Один Где он Вообще Находится Вот он Сзади За Хэппичем Находится И штурмички Есть Вперед Либератор Раскладывается 132 121 Ситуация Сейчас Так Энергии Нет Скоро энергия Будет У штурмиков Но пока Нет Они бесполезны 131 91 Блин Царь Хэппич Все таки Харстому Подловил Все таки Харстому Подловил Какие перевороты В этой игре Увереннее Надо Увереннее Пробревать Чтобы выигрывать Такие Ивенты Как Бримхак Ну Или хотя бы Как Блай Играть Блай Конечно Тоже Матчапа Надо ЗВТ В первую очередь Подтягивать Хэппи Продолжает Бить 70 на 120 Убивает Все Штормовик Тоже Минус ГГ Хэппич Харстом Хорош Хэппич Фу Заставил Понервничать Немножечко Сейчас Жду Следующую Гру Блай Блай Ожидает Но Блай Еще Не Зак Убьется Это Очень Хорошо Вырываюсь В Ну что Ждем Старт Пока Ни Хрена Не Происходит Немножечко Ну Все Поехали Блай Отдал Первую Карту Печально Немножечко Царь Царь Император КГБшник Да КГБшника Пока Не Дорос Но Царь Император Да Так Ребят Не Забегайте Вперед Это Пока Только 1-0 А у Нас Бо 3 От Харстом Нексус В этот Раз Опять Через Газ Хэпиш Играет Кстати Газ Явно Не Под Рипера А Под Факту Нет Темпест Точно Лишними Не Были Столько Много Возможно Харстому Их Не Нужно Было Строить Сейчас Очень Грамотный Момент Предыдущей Был Игре Когда Хэпи Вот В эту Позицию Над 9 часов Дропом Прилетел Харстом Вынужден Часть Армии Был Отвести И Часть Только Была В Атаке У Хэпи Хэпи Очень Грамотно Заимп Шел Там Штормы Одним ЕМП По-моему Там Трех Штормов Харстом Лишил И Просто В итоге Темпест Остались Не Прикрыты Боевым Лимитом Наземным Вооружен Я Пахер ХСМ Готов Тетер Готов К Тетер Пахер Тетер Так, роба увлая. Так, ещё раз вам напоминаю, что завтра тоже будет достаточно долгий игровой день. Завтра GSL 4, бо 5 будет на GSL в 12.30. В 18.00 хипбет, хипбет рейсворс, день СНГ, там 6 бо 3 будет и в каждом будет СНГ игрок. Стрэндж, Блай и Кас, это будут, каждые по 2 бо 3 сыграют. Ну а в субботу финал ИВЦС, поэтому с дабл элиминейшн. Поэтому я очень надеюсь, что хипбет пройдёт и ещё и там пройдёт. Хотелось бы на финалах в Катовице видеть кого-нибудь из СНГ. Вот, летит дропщик, здесь 4 уже, 4 адепта на второй базе пилон, только-только первый заказан. Апсервер летит вперёд. Блин, ну хэппи дропнуться некуда. Опять он минку, кстати, сюда на хайграунд собирается привезти. Пролетает. Ни хрена дропнуться некуда. Блин, грамотно харстом контрить на муви прям всё. Минка на... Вот сюда минку дропить, смотрите, нету адептов вижена наверх, не было. Облетает хэппич ещё раз. В другой позиции. Минку копает на третьей базе или просто дропается? Просто дропается. У харстом ещё до варп адепта идёт. В обороне харстом чёток пока очень даже. Так, пробка выходит. У хэппи пытается блочить третий Нексус. Видит адептов, 5 штук загружается, улетает на хайграунд. Улетает вниз сейчас. Харстом, кажется, понял. Нет, харстом пока не понял. Но хэппи тоже не понял, что харстом не понял. Что дальше-то в итоге? Будет прорываться через два пилона сюда. Но если харстом будет внимательен, он два оверчажа может выставить сейчас. Так, минка копается. Залп минус пробка. Блин, минку пилон сейчас пригвоздил. Просто 30 демэджа внёс. То есть, начало для хэппи, даже учитывая, что он потерял только минутку, начало не очень, мягко говоря. Вот третья ЦЦшку хэппи всегда на хайграунде ставит. Хотя, в принципе, на лоуграунде, я подумал, может её ставить. Но 35 ксм, зачем её там ставить? Всё добывать нечем особо. Так, минус пробка. Улетает хэппи, 7,759 по лимиту. Харстом уже переводит на третью базу часть рабочих. И точка сбора тут стоит. Так, робо у Блая, сказал, ошибся, конечно. Вспомнил про Блая. Вы там писали. Ну, я надеюсь, что Блай с Бунфу Бандой там отыграет, выиграет. И посмотрим ещё Блаю Термал на сегодня. Но не факт, конечно, что это получится сделать. Так, улетает хэппич. Сталкерим и пытался Харстом перехватить. Не получилось. 45,57 по рабам. Я, конечно, понимаю, что хэппич умеет тащить. Он не раз это демонстрировал. Но, блин, что-то сильно по макро он проседает. Уже вторую игру причём. Так, садится факта. Ну что, заходит сейчас с Харстом 133 на 113. Боевой лимит-то почти одинаковый, кстати говоря. Хэппич вынужден улетать с СС-шкой. Нужно бы вычинить её. Вычинивает хорошо. Так, циклон сталкера захватывает. Харстом отблинкивается. Ну, хэппич, ну что за хрень-то? Ну, выйди ты через рамку-то, ё-моё. Здесь лимита-то не так много. Хотя щитов у хэппи нет. 6 мародёров, 20 мариков. 20 клона, 3 либератора. Либераторов ниже нужно перераспределить сейчас. Плюс 1 у хэппи есть. 3 либератора-то, это много. Как-то подальше бы вылететь. Сканит сейчас хэппич. Циклоном, блин. Обсервер в рейнже скана. Ну, выйди ты, убей обсервера. О, хорошо, минка сейчас залк сделала. Минус адептик. 145, 126, 74, 76. Боевой одинаковый. Со щитами я уверен, что хэппич вниз пойдёт. Он обязан выходить со щитами. Либераторов всё больше и больше становится. Харстом пытается блочить, одновременно выходя в четвёртый... Четвёртый Нексус. Так, адептами отменил иллюзии свои. СЦ-шку нужно уводить. Ещё один либератор. Вперёд идёт. Всё, щиты готовы. Можно и нужно сейчас хэппичу спускаться. Главное на филд не попасть. Просто-напросто. Так, либераторы всё ниже. Хэппич спускает. 146, 167. Хантер под... Хантер. Харстом. Подтягивает тылы свои. Ну вот сталкеры в наглую. Ну чё, хэппич. Ну чё... Блин, как хэппич боится? Лимит-то хороший боевой. Такой же, как у оппонента. Так, либераторы раскладываются. Прогоняет хэппич оппонента. Призма минус сейчас будет. Призма минус. Варп сбивает. Да вообще, Харстому в нулину сейчас развалил. За счёт филдов только Харстом смог отступить. Сейчас Гвардиан хорошо сейчас зарешал. Либераторы ещё перераскладываются. Харстом всё отменяет. Нужно отступать. Сканит хэппи, видит, что происходит. СЦ-шка добывать начинает. Рабочие поехали на добычу сейчас. СЦ-шка добывается. Кто на новенького? Так, выходит хэппич вниз. Хорошо сейчас стимпатчится. Харстому отгоняет отсюда. Вот ушёл под либератору. 157. Шторм опять делает. До шторма бы выйти сейчас. Было бы вообще просто царственно. Но до шторма хэппич не выходит. Всё он за этими либераторами стоит. Нужны госты. Гостакадемия ещё и в помине нет. У Харстом Андреев ожил. Этот раз с Харстом более грамотная макра, кстати, показывает. Гостакадемия просто необходима хэппича. То есть тимпатчится, идёт вперёд. Либераторы раскладываются. Начинается атака. Либератор ещё хэппи идёт вниз. Но теперь за либераторов. Наоборот, вылет. С призму фокуснул. Лимит почти равная. Так, циклоны тут захватывают имморталов иногда. Но медиваков всего два у хэппи. Сейчас три ещё построят. Молодец, что три ещё построят. Что он хочет отсюда, прямо досюда Харстому выдавить либераторами. Так вот по очереди раскладывать. Это будет нелегко, конечно же, сделать. Медиваки новые готовы. Ещё одна призма очередная у Харстома сейчас заказана. Один либератор вперёд, нючка, разложился. Сканит хэппи. Видит штормовиков. Будет гостакадемия. Ты что, без гостов решил? Да? Нет, гостакадемия пошла. Хэппи надёжен. Смещается сейчас. Видит, что Харстому разворачивается. Хэппич, а что делаешь-то? А что Хэппич делает-то? Мне кто-нибудь может объяснить, куда он поломился-то? Харстом пытается его перехватить. Сканит хэппи. Видит, что Харстом просто физически не успевает прийти. Ну что, пересекает сейчас пространство своими либераторами. Заходит на третью. Всё, складывая либераторов на третью. Иди, Харстом обходит уже. Так, шторм. Призма минус там, штормовик сидит. Харстом не успевает просто прийти. В плане, конечно, понимания ситуации. Просто великолепное действие со стороны Хэппича. Но нужно убить всё тогда. Либераторы хорошо стоят. Если будет даже агрессивный блинк сейчас под либераторов, вообще Хэппи хорошо подерётся. Всё, пошёл блинк. Сколько же здесь либераторов. Их просто немерено. Харстом идёт вперёд. Потери просто гигантские. Либераторы демиджа много выдают. Но Харстом всё равно сминает. Хэппича сейчас. Нужно уходить. Уйти не получается. 135, 149. Всё-таки Харстом развалил. Нексус спас. 3-2 агроиды. Здесь 1-1. Судя по всему, 1-1 и в игре. Хотя Хэппи выходит с четвёртого Нексусу Харстома. Сканит. Здесь дробчик не прокатит вообще. Да, печаль. Просто полная печаль сейчас. Феникс здесь до сих пор жив. Блин. У Харстома всё замечательно. У Хэппи всё не очень хорошо. 2-2 очень позднее. Вот опять залетался. 2-2 не заказал. Что за ошибки нелепые? Просто не понимаю я. Пытается Нексус 5-й отфокусить. И то не очень-то получается у Хэппище. Последним выстрелом мародёр забрал. Неплохо. Здесь Харстом везде отбивается. Лимита больше. Намного технологии лучше. Так, здесь Талкера забирает. Гастов нету. В гастов не вышел вообще нифига. Неужели Хэппи опять ведя просто? Ну, хотя с фортиксом не вёл. Проиграет 1-2. Тирал дрога. 2-1 украл. Молодец, Сиральчик. Пробивает Хэппи камня. Ну, в прошлой игре, вы помните, переворот имел место быть. Может быть, и в этой какой-то переворот будет. Три адепта здесь есть у Харстома. Заходит. Хэппич поднимает и пошки. Успел поднять. Отлично. Царь. Либератора здесь есть. Планетарка почти готова. Сейчас будет готова. Но у Харстома 4 иммортала. Они очень высоки. Планетарку могут забрать. Пошла атака. Штормовичка Хэппи отфокусил. С полной энергией, кстати, практически, я бы вам хотел сказать. 140, 180, 82, 105 по лимиту. Харстом идёт вперёд. Штормы пошли. Либераторы не перекрывают всё пространство. Хэппи великолепно. А Штормов уклоняется. Либераторы дэмэдж выдают. Нужно переразложить. Но всё, нет. К сожалению, БГ. 140 на 106. Перестимпачился Хэппи. Штормы прошли. Либераторы не перекрывали там, где нужно. Это было невозможно сделать. У Харстома 4 базу. У Хэппи 3. Грейды 3 и 2 сейчас в 1-1. Но это просто дичь. 2-2. Сейчас были бы 2-2 вот в этом замесе. Хэппи, кстати, Харстома расшатал бы скорее всего. Потому что это очень большая разница на стимпачную такую гапшу с 1-1 или с 2-2 наломываться. Так, пытается СЦ-шку забрать Харстом. Хэппи видит это. Идёт, отгоняет. Глаза в этот раз есть. Глаза не забыл. Так, не лезет Харстом в рейндж. Либераторов. Молодец. Так. Мародёров отфокусил. Либераторы ближе. Мародёров, имморталов, простите. Точнее, имморталов сами тут Хэппи отфокусили. Очень серьёзно причём. 90-147 по лимиту. ГГ пишет Хэппи. 1-1. 1-1 ублая. Отлично, что 1-1 ублая. Решающая игра нам нужна. Начало от Хэппи, конечно. Просто его билд не вкатил. Контрят Хэппи как хотят опять вообще реально. Захожу к Хэппи ещё. В решающую. Захожу к Хэппи. Захожу к Хэппи. Захожу к Хэппи. Захожу к Хэппи. Продолжение следует... Так, не волнуйтесь, сейчас вернусь, ребят. Продолжение следует... 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 Сразу по лимит становится. Одна минка еще даже не стрельнула. Циклон захватывает. Адепты все, кончились. Имморталов очень много. Фениксы прилетают, пытаются расхарасить. Не так-то просто это сделать. Гост один есть. ЕМП пошло. Хорошее ЕМП. Минки на КДшечке. 112-122. Харстам отдается здесь, между прочим. Минки сейчас еще раз выстрелят. Залп хороший. Залп. Адепты падают. Хэппи там контролит просто на каких-то чудесах. Имморталы фокусятся. 90-102-104. Харстам четвертый. Некс уже ставят. Хэппи полез. Куда-то вперед очень активно он вперед полез. Минки еще ближе сейчас закопались. Но рабочие погибли у Хэппи сейчас. Рабочих 2-4 КСМки слилось. Минки перекопались. Но главное, что живет сейчас пока. 1-1. Здесь два армора. Третья атака делается. Заходит Харстам. Да не, это врыв бесполезен сейчас. Потому что госты есть хорошо. КСМки с мейна Хэппи чем переводятся. Проблема в том, что перспектив перехода с трех бастом в какое-то большее количество вообще нет. Практически сейчас. 2-2. То, что у Хэппи заказано в этот раз так рано, это очень хорошо. До варпы идут и идут. Минок очень много становится. Харстам выходит в архивы темпларов сейчас. Хэппи перекапывает минки, сканит, видит, где оппонент его находится. Фу, какие, блин, навалидолы просто здесь от Хэппи. Адепты что, варваться собираются? Нет, кэш с Харстам не врывается. Вот один бы медивак. Вот сейчас, вот когда надо, Хэппи не дропается. Вот когда нужно отдаться Хэппи срочно, он всегда вовремя летит, блин. Так, Призма собирается ворваться. Идет Хэппи вперед. Адептики есть. Здесь Призма врывается. Хэппи видит ее? Видит Призму, но Призма безнаказанная. Сейчас залетает просто-напросто. Разворачивает часть биота. Разворачивает часть био у Хэппи. Но адепты уже ворвались. Призма где-то по воду висит. Да, вот она. Рабочих пошатал. 161 на 172. Проблема Хэппи в том, что он... Ну, хотя у него есть один ГОСТ. Вот ему сейчас добавить ГОСТов штучки 3-4 еще. И он может даже с такой экономикой, с такими грейдами выйти и просто убить оппонента. Но ГОСТов Хэппи больше не добавляет. Викинга одного зато добавляет. Призму очень хочет сбить. Четвертую ЦС-шку Хэппи также не добавляет. Всю энергию в сканы тратит сейчас. Где Викинг? Викинг вылетает. Призма где? Призма на вторую базу врывается. Минус Призма. Хорош Хэппич. Скан. Лимит равный. А боевого на двадцатку больше выходит. Так, закапываются минки Хэппи. Идет вперед. Марики, мародеры. 2-2. Грейды не готовы. Как же печально, что 2-2 не готовы. ЕМП великолепно. 168-173. Все равно Харстому больше. Откуда он лимит-то берет? 2-2 через 16 секунд доделаются. Минки еще раз копать. Так, Призма варпится. Минус Призма. Хорошо варп, сбивает Хэппич. Молодец. Принимать. Разваливать. Шторм будет готов через 4 секунды. Но Хэппи убил уже за эти 4 секунды. У Хэппи 2-2 сейчас будет готова. Идет вперед. Сплит. Хороший. Штормы пошли на минки прямо. Еще один шторм есть. Заходит Хэппи. По Марикам. Шторм Мариков. Сколько падает-то? Жесть. 129-129. И Мортвов что-то много у Харстома. Минки прямо под Харстома копаются. Хэппи на 2-2. Грейдаг сейчас разваливает. Или не разваливает. Нет, не разваливает. Разваливал до какого-то момента. А потом отдался все-таки в итоге. Хэппич. Это очень печально. Так, на Тиньков 1000 приходит. Ребят, спасибо за поддержку. Всем очень приятно. Блин, и на Тинькове нет инфы. Кто, блин, не могу добавить. В описании. Никнейм. Если кто-то здесь, отпишите, ребят. Добавлю. 103-4-151. 3-2-2. У Харстома делается. Минки перекапываются. Гост есть. Прирост гигантский. Сюда идет идеально для ЕМП. Стоят юниты Харстома сейчас. Куда ты ЕМП-то в пилон выкинул в один? Ну, Хэппи. Вот это ЕМП более-менее. Хотя по имморталам попадает. Гост еще подходит. Минки копаются. Минки нужно ждать, пока выстрелят. Так, нужно выманивать Харстома сюда. Минки что-то не стреляют. По адепту сейчас выстрелила. Первый еще минка выстрела. Еще так. Остальные Харстом сбривает. Минки 149-122. Хороший залп последний. Видит Хэппи, что пятый Нексус у Харстома готов. 73-83 по лимиту. И Хэппи 3-3 не делает. Как и следовало ожидать. Почему следовало? Потому что Хэппи что-то с грейдами вообще косячит. Адепты врываются. Имморталы здесь рядом. Но имморталам, кстати, ЕМП сейчас имморталов не контрит. Потому что у них щиты-то врубаются. Без полей вообще. Отступает Хэппи. Харстом 3-3 двигает. Хэппи делает бороду просто. 170 на 130 по лимиту. 81-107 по боевому уже. Хэппи отступил. Минки то, что его спасало, отсутствует. Медиваки не лечат всю игру. Отступал сейчас. Так, ЕМП хорошее. Иммортал подбревает одного. Отгоняет Харст немножко подальше. Под миночки отступишь. Хэппи что-то на четвертую базу ровучек повел. Минка успевает залп. Одна сделать всего лишь только. 140-157. ЦЦ-шка садится. Здесь ЦЦ-шку Харстом пытается фокуснуть. Хэппи идет вперед. На Шторм попадает. Шторм дэмэджа много не наносит. И слава богу. Но 127-160. По-моему, Хэппи 1-2. Как бы Хэппи не тащил чудеса. Но макро просто у Хэппи хромает невероятно. Продакшн хромает. Бас 4 штуки. Бараков работает сколько? Бараков работает... Ну 8, в принципе, много бараков. Ну не всегда там в 8-ми-то даже заказ. Здесь адепт рабочих наубивал. Ну Хэппи база добывается, в принципе. Можно жить пока. Можно держаться. 96-108 по лимиту. Харстон хочет на верхнюю зайти. Выманивает Хэппи, разводит. Нет. Печально сейчас для Хэппи то, что у него ЕМП нету. КСМ еще сливает некоторое количество. Так, еще минка. Стреляет 163-78-95. Самое, что парадоксальное, боевой лимит близкий. ЦСшка в 0. Минус сейчас 100-163. Ну е-мое, Хэппи отдается. Просто Хэппи отдается сейчас. Шторм появился. Не, беда. Под штормами Хэппи прошелся. ЕМП кинул. Снайпер-шоты теперь не работают на пси-штурмяков. Так хорошо. Хороший залп от минок. 65-90 по лимиту. Харстона значительно больше по лимиту становится. Либератор выходит. Ну здесь добыча, здесь все добывается. У Хэппи просто ни хрена экономики нету. Имморталов миллиард. Блайя затащил. 2-1. Ну сейчас, если Хэппи сольется, к Блайю будем врываться. Вот так, да. 97 на 164. На грани, на грани. Ну вот Хэппи, посмотрите. Опять же. Вот 3-3 не делается. Куда-то ломиться начинает Хэппи. Контроль великолепный. Ну вот почему, почему Харстону? Харстону не боится играть. Вот в макро такое, что У него много рабочих. Переварпить там Хэппи. Хэппи же что-то, блин, бегал-бегал, На 2-2 и слился. Гг. 1-2. Все, Хэппи не будет представлен на финалах. Запрыгиваю к Блайю сейчас. Все. Хэппи проклятие какое-то, а? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тащит сразу царя, а тут сразу позорник Ну бывает, что опять в шаге остановился Главное тренироваться, а не сдаваться Что поделаешь? Так, не туда Хорош уже Буду банить Я серьезно говорю Еще одно оскорбление увижу Ну что, Блай Последние месяцы Блай за всех СНГшников тащит Ну тут Ничего не поделаешь Блай молодец Хэппи что-то не клеится пока Реально не клеится Уровень хороший Опять же, я вижу только одну проблему В билдах Больше билдов нужно использовать С такими как Харстом игроками Халявить нужно Хэппи же играет стандартно Как под стандартного Какого-то ладерного игрока Да он халявщик еще тот Отбивается идеально уже От хэппиевских тем Но если дропы не проходят Твои Зачем начинать там 24 КСМки в 36 пробок Грубо говоря Поставьте третью ЦЦшку Две инженерки там А грейды делай Блин Ну нужно уметь таким билдом тоже Так, переименовываю стрим Университет Так, переименовываю стрим Ребен worse Сestabлечься Так, переименовываю стрим Круто Тебе Так, переименовываю стрим От билдом тоже Я могу добавлять Поставление Университет Везет Ну, может быть, да, может быть, Хэффи подустал, то есть у него, как бы, он днём тренируется. Режим есть режим, но если у тебя режим. Спасибо, Понис, за косарик, очень приятно. Спасибо тебе за поддержку. Сейчас добавлю тебя. Конечно, я расстроился, блин. Мне просто... Я хочу, чтобы Хэффи уже... Ну, Хэффи нужна команда какая-то, ему нужно для этого выступить нормально где-то. А команда для того, чтобы трениться нормально начинать. Конечно, Хэффи больше не будет. Вторая неделя, 3 февраля. Конечно, Хэффи там сможет пройти. Но Хэффи обязательно пройдёт, учитывая, что он так вот в шаге от кота остановился. Блай против Ютермала. У Блая не лучший матчап за ВТ. Ну, сейчас посмотрим, конечно, как Блай отыграет. Молодец, гунфу банду расшатал. Кто когда-то тащил вон, не понял. Блай на самом деле в последнее время всегда тащил. Вот у Хэффи еще проблемы явные. Так, ребят. На кибетике, кстати, появляются ставки иногда. Да, Хэффи думать умеет. Просто он в какую-то матрицу попал. Вот постоянно вот столько лет, как бы. То есть, я не знаю, это характер или что вообще. В принципе, как личность так вот Хэффи действует. То есть, почему, почему он политику свою не переменит? Просто я просто помню, как первый StarCraft играл. Как у меня был 300 АПМ, который по большему счёту никуда уходил. Потом всё это эволюционировало, как-то, ну, вот, менялось, что ли, мировоззрение. И на игру менялись, в общем-то, взгляды. То есть, играл так, потом по-другому. Сначала, казалось, так не работает. Потом понятно становилось, что работает всё там, как бы. У Хэффи же всё одно. Вот один билд, он оттачивает и оттачивает. Ну, пару. Ну, нужно как бы не билд оттачивать. Нужно уровень просто как-то повышать. А билдов нужно много потренить. Не обязательно, чтобы он до идеала там был. До идеала не нужно просто постоянно, чтобы в него играть. Ну, кастомки нужно играть. Нужно почаще играть кастомки. Найти там пару, хотя бы пару, хотя бы по одному игроку на каждый матчап. Там, ТВТ, ТВЗ, ТВП. И тренить, как бы, хорошего уровня. И просто с ним общаться, играть, поиграть тем стилем, поиграть этим. И обоим польза будет. Но это может быть в будущем. Лайфспайр свой любимый играет, кстати, игра. Наш. Атакованный. Так. Что Хэппи не только нужна команда, стать более общительным с комьюнити, то он будет и более уверен, спокоен, что его поддерживают. Так он скрытый. Даже, я бы сказал, не прям с комьюнити. Мне почему-то кажется, что Хэппи и из игроков-то мало с кем общается. Вот, не надо стесняться, как бы, там, с кем-то кастомки поиграть, какие-то демки, посмотреть, чей-то билд перенять, я не знаю. Ну, Хэппи взрослый человек, не глупый, в принципе. Нужно же понимать, что не все у него идеально может быть. Ну, кто-то лучше может придумать, он лучше исполнить. Нужно совмещать как-то это все дело. Ну, ладно, давайте не будем, здесь игра вовсю идет. Ублая мутка полетела, здесь у нас Викинг Ютермала пролетает. 73 Блая, 75 Ютермала, а с тимпаки даже речи не идет. Муталевские уже Блайевские начинают врываться куда-то, куда. Туретки есть. Так, Либератор здесь встречает. Мариков много. Блай, да улети ты нахрен от этого всего. Хренотни в центре, которая находится. Блай что-то боится. Что так Блай боится-то, я не понимаю. За Баску за свою третью боится Блай. И вот халявный танк, халявный Либератор. Пожалуйста, летай в центре, разбирай. Сейчас Линги выйдут, все, теперь сюда лететь. Крип есть, Лингов выходит. Сейчас 16 штук вместе с королевами просто выбивать эту без потерь практически. Сейчас 16 лингами вот это реально без потерь можно вывести. Где они все бегают, эти линги? Фу, Блай видит, что может выбить все это без потерь. Но поздно, как-то он понимает это. Ютермал отступает. Блай окружает. Красавчик, нужно шатать лингами через атаку. Блай это делает. Мариков забирать. Либераторов разваливать. Блай, попустишь ты этих летающих гаденышей сплэшевых. Попустить летающих гаденышей сплэшевых. На Мариков залетает. Мариков очень мало. Хорош, Блай, вообще великолепный врыв. ГГ вообще 1-0, царь. Не дежавю ли это? Только что Хэппи 1-0 вел. Фу, фу, фу. Через левое плечо. По столу. Ждем 2-ю игру. Ну ты сравнил. У Вердоса команда. Туда Хэппи не хочет такую команду идти. Хотя слан саппортом вполне как бы. Хороший врыв от Блая. Красавчик подловил сейчас Ютермала. Близок к проходу. Лучше Блая сейчас пройти. Больше шансов другим нашим будет. Блай тоже сильно. Ему нужно проходить. Освобождать место. Чтоб другие подтягивались тоже. Ну или по крайней мере с Хэппи подходом. Если он не хочет ни с кем общаться. Как бы особо. Вот. Ему нужно ехать в Корею. И просто там ладар корейский задрачивать. Ну опять же, блин. Подстраиваться начнут. И корейцы и все начнут подстраиваться. Так же. Так же. А за поддержку, ребята, я вас всех еще очень сильно благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok кто там стонную термала залил ну все поехали все поехали ну что 1-0 Блай орбитальная верфь у нас карта опа на элегантность от Блая ну блин все готовы уже к этому ну хотя у Блая это хотя бы вариации штук 7-8 в отличие от Хэппи вот у Блая и Чизов сколько вариантов и макро он может сыграть и все он может сыграть так на киви у меня 18 рублей тут было на второй билд Хэппи прошу прощения не заметил вовремя понял юморок спасибо большое а только что недавно 0.27 ну как недавно уже давненько 23 минуты прошло спасибо ребят за поддержку всем пригодится на второй билд Хэппи так так Де Хуги не знаю зареген ли ты на Гудгейме конечно лучше на Гудгейме гораздо потому что на эскадывайте ну напиши или в эскадывайте или на Гудгейме в личку как бы мыло свое я тебе на мыло просто скинул мне кто пишет я обычно так делаю потому что я репки никуда не выкладываю как бы да там особо я уже кому-то говорил на самом деле много раз если хотите просто пусть кто-нибудь мне кто там на форуме темы создает с репками с турнирами мне отпишут отписывают я буду репки давать там да как бы чтобы выкладывали ну просто еще игроки могут против тоже быть но в любом случае со всех турниров выкладывают обычно так что против не против тут как-то хз Хэппи с его контролем ну вот на таких картах ну три барака риперы тупо задрочить там такое что-то ну это же эффективно с его контролем просто ну нереально почему такого не делает не знаю и сразу вариации будут представьте вот когда все ждут от Хэппи одного билда и причем все эти билды какие-то уже известные какие-то какие-то вот не сверх агрессивные а тут бах два барака маленьких два барака рипера да потом с ним будут играть уже бояться будут перестраховываться он из-за этого и в макро будет выигрывать ну что Блай заходит что 2-0 Блай посмотрите ситуация великолепная бункера нет ни хрена нет приходит не готов Ютермал вслепую играл Блай получает квоту похоже как же я рад что кто-то хотя бы из СНГ квоту получает заходит Блай кидается Минки сюда Минки все-таки не ГГ пока Ютермалу что-то много риперов залез Блай далековато вот если бы так далеко не залезал все бы лучше было бы это же однобазовый пуш это же беда вообще КСМки падают здесь не в КСМках дело здесь Блай нужно боевой лимит оппонента убивать блин как я поспешил на карку что ли да роучи пришли еще 2 штучки королева окружена криптумор не тянет Блай вперед реводжер опять кто-то там танкует куда он танкует опять заходит так щитов нету фокусит демажного рипера сейчас ютермал пытается реводжера отпокусить но Блай рипера еще за это забирает еще 2 реводжера делает 24-23 22 рабочих ютермалу нужно заходить минеральную линию заходит Блай 3 роуча 2 реводжера рабочие уходят рабочих хорошо забирает но чистыми рабочими это тяжело драться с таким миксом заходит под реводжеров ютермал на халяву как-то забирает маст риперов сейчас строит еще 2 роуча 2 линга строится с мейн пчура ресурсов на роуч не хватает сколько я вижу он газ оставляет чтобы реводжеров подморфить реводжеров нужно морфить 19-23 парабам сейчас ситуация все уже ютермала меньше рабочих заходит Блай ГГ ну Блай респект конечно Блай даю респект Зенит Блай говорит проиграет я смотрел нам-то не гони эфиопец ты чего блин Блай вон уже флудит Блай уже спалил все результаты а что по сеточке то у нас давайте глянем ну чуть еще не отдался вот сейчас этот момент опасный будет так нам-шар харстом Блай получают коту шоу-тайм ламбу у нас один матч остался всего лишь ну мне завтра к врачу не надо анализы все после трех только будет поэтому я завтра там крови я не буду забирать их можно парестримить в принципе этот матч пообщаться с чатиком немцы по-любому должны стримить давайте-ка я сейчас топ-стартик сделаю все идти 10 и и и и Продолжение следует...